Медики пошли еще дальше. Предложили лечить коронавирус платно. Кому война, а кому мать родна. Новосибирские СМИ дружно сообщили, а региональные и федеральные власти дружно не опровергли информацию о том, что на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства заработал платный госпиталь для больных коронавирусом. Казалось бы, что тут странного. Ведь медицина у нас не только бесплатная, но и платная. Тем более, что у желающих полечиться гораздо больше, чем имеющихся бюджетных мест. Однако поражает стоимость обслуживания пациентов с ковид в госпитале. Если заболевание протекает в легкой форме, то один день пребывания, еще раз подчеркнем, один день, будет стоить 17 тысяч рублей. За эти деньги больной получит наблюдение врача, трехразовое питание, лекарства и диагностику. Кстати, легких больных в нашей больнице вообще не принимают. А если повезет дождаться прихода врача через 5-7 дней при высокой температуре, то им просто прописывают антибиотики и предлагают сидеть дома. Если же степень заболевания ковидом средняя, то в госпитале это обойдется пациенту в 25 тысяч рублей, а если тяжелое, то в 32 тысячи рублей. И, конечно же, в сутки. Причем больные должны приезжать в клинику сами. Вдобавок, попадание больного в реанимацию вытащит из кошелька еще 9,5 тысяч рублей, ибо данная услуга тарифицируется без учета пребывания в стационаре. И, наконец, вишенка на торте. Тест на коронавирус методом ПЦР, а также КТ органов грудной клетки нужно делать также за отдельную плату. Интересно, как много жителей Новосибирска и области могут позволить себе подобные траты на лечение. Но больше всего возмущает сам факт. В тяжелой для страны ситуации не кто-нибудь из частников, а федеральная клиника планирует нажиться на людской беде. Кстати, после публикации СМИ прайс-лист с жуткими расценками исчез с сайта организации.